Добрый день, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон и Рекс. Вы заметили, что Рекс сейчас начинает подбегать просто-напросто. Сегодня я хочу вам показать, как я его потихоньку приучаю к поводку. Дело в том, что ховаварты это не особо любят. Да и как все, наверное, щеночки пока не приучатся. И поэтому я его вывожу на флексе, то есть даю ему свободу. Сегодня я вам покажу первый этап, когда ты приучаешь щенка ходить на поводке. И видите, вот он идет. Идет, следует за мной. Почему? А потому, что он привык уже к команде ко мне, к уме. И это мне помогает, допустим, отвлечь его от какой-то заинтересовавшей его вещи. И чуть-чуть поводочком. И после этого я ему даю лакомство. И он уже знает, что в этом нет ничего страшного, что его потянули за поводочек. До этого он ложился. То есть он протестовал. И многие так делают щенки. Не хотел. Практически получается так, что вы ему не интересны. Как бы он вырос уже из совсем щенящего возраста, когда он за вами, как утенок, следовал. Ему теперь хочется разведать ту обстановку, где мы с ним гуляем. А у нас в этом плане, вы знаете, идеально. Вы видите этот небольшой парк перед домом. Вот мой дом. И это лучше в сто раз, чем приусадебный участок возле дома. Так вот, смотрите. Вот он сейчас занялся своим делом. Я пытаюсь его сейчас поднять. Естественно, он не будет подниматься. Но если я скажу, ком я? Рекс. Ком я? То он с удовольствием бежит. Вот поэтому вначале пришлось его приучить к этой команде. Иди ко мне. Потому что сдвинуть его просто так, да, ну бесполезно будет. Собака начнет упираться. Собака начнет нервничать. Перестанет ей это все нравится. Этот поводок ее будет раздражать. А так, я говорю, маленькая подвижка. Вот она. Раз. И он уже бежит. Он уже бежит. Он знает, что надо приходить. В кармане-то у меня есть сыр. А сыр я ему нигде не даю. Только на улице. И поэтому я очень доволен. Вот сейчас отвлекающий фактор. Да, женщина идет. Но тем не менее, он бежит за мной. Да? Умничка моя. Умничка-разумничка. Я ему очень доволен. Гулять с ним стало очень приятно. то, что нет дерганий, нет вот это вот тянет за поводок постоянно. Что делал Ричард? У него это пока отсутствует. Ну, дело в том, что, как я сказал, это первый этап. А второй этап мы уже будем с ним проходить в школе, когда надо идти рядом команды. Пока вот он приучился к поводку. Он его не раздражает. Оп, я его придержал. И говорю, что... Даже не говорю, а показываю, что надо бы как-то ко мне сюда идти. И ухожу от него. Он следует. Видите, то есть мы обошлись без скандала. Ну, конечно, я его похвалю. Лидонечка, мой хороший красавец. Кто самый красавец у нас? На Земле и в космосе нет красивей. Да? Вот, на себе сырчик. Таким образом, как вы убедились, мы делаем с ним шаги. Небольшие. Вы знаете, я не спешу и не тороплю его. Я хочу избежать этой ситуации. Я хозяин, ты дурак. Вот. Он должен любить ко мне подходить. Ждать от меня хорошего, а не наказания или еще шлепков и так далее. Ну, смотрите, еще раз. Раз. Поводок. Чуть-чуть подкорректировал его. И он уже бежит. И он уже бежит. Он уже бежит, мой мальчик. Да? Ну, собака оказалась умная. Быстро соображает. Ну, халаварты этим отличаются. Они не глупые животные, но они довольно-таки самостоятельные. Сейчас, сейчас, подожди. Сейчас, так. Уже. То есть, вот я говорю, что нам кажется, что иди рядом, это так просто. Нет, для собаки это непросто. Вот. Чуть-чуть поправил его. И он уже пошел. Он уже пошел без команды, без всего. То есть, он наблюдает за мной. В то же время, я говорю, его не раздражает то, что я его чуть-чуть поправляю. Я это делаю аккуратненько. И стараюсь не так часто. Поводок длинный. Я могу и рядом с ним постоять. Ничего страшного. Ну, он тут корешки какие-то грызет. Чем хорошо здесь, что вот на той стороне, где мы с вами чаще ходили, там больница. И как бы приезжает к ним посетитель. Да и сами они оставляют всякую еду, забрасывают ее в кусты. И там эта курица, которую они себе купили, может валяться сколько угодно. Поэтому здесь практически кроме корешков, какой-то травы, ничего нет. Поэтому я как бы безопасна для меня. Вот сейчас он заинтересовался, да? Ну, я его прошу ко мне подойти. Намекай ему, что надо подойти ко мне. И он рассматривает это хорошо. Так что вот такие у нас небольшие успехи. Потихоньку, потихоньку, без напряга. Все должно быть гармонично. Наши отношения. Здесь у нас кролики роют норы. Естественно, он заинтересовался этой норой. Вот, видите? Вот нора, вот нора, вот нора. Собакам, естественно, нельзя рыть. Но кроликам, ради бога. И вот интересно. Вот сейчас это очень интересно. Нора кролича, да? Я даже дергать не буду, вот скажу. Рыкс. Он я. Очень хорошо. Очень хорошо. Я очень доволен им. И подозвав, можно отпустить его опять, эту кроличью нору. Понюхать, покопать, может, чуть-чуть. Ну, пару раз лапкой. То есть, когда еще один трюк, когда я ему совсем неинтересен, тогда я начинаю бегать. Рыкс? Тогда я бегу. Он даже за мной, естественно. Вот она. Вот она. Ему интересно. Ну, и перед тем, как идти домой, под конец у нас всегда игры. Тут у нас маленький клочок. Здесь чисто все. Я могу спокойно его отпускать немножко. Только сказал, там уже мусор лежит. Грязнее животного. Я не знаю, чем человек. На, вот скотер. Ва. Вот так. Поймал жертву. Потащил. И потащил к себе. Тут у него лежбище. Между этими двумя вазами, бозонами. У него лежбище. Он туда все вытаскивает. Ну, посмотри на нас. Какой ты красавец. Ну, что ж, дорогие друзья, на этом наше видео закончено. Как я уже сказал, мы с вами прощаемся ненадолго. Через несколько часов встретимся на посиделках. До этого времени. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова